добрый вечер дорогие друзья добрый день произошла небольшая задержка дикие извинения константин здравствуйте здрасте юра у нас константин боровой сегодня с нами человек оставший неизгладимый след российской истории и продолжающий работать размышлять философизировать и продолжающий следить в истории на очень неблагодарную тему мировой истории сегодня в частности российской истории константин что происходит сегодня действительно очень странные какие-то события такая знаете истерика российской власти ничего не получается шосс это шанхайское совещание организация сотрудничества да 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 она отказала в общем россии в поддержке и китайцы и ну все как-то игнорируют нашего бедного владимир владимировича мне его даже немножко жалко я понимаю что его жалеть нельзя получите за вот но мне его немножко жалко потому что было время ему и зло в таких моменты понимаете он выкручивался очень странный там абсолютно проигрышная ситуация вдруг он выкручивается и вдруг оказывается что его ошибки превращаются в достижения в победы а потом визита закончилась но вспомните примеры тогда расскажите когда вы вспомните когда он выкрутился удачно хотя он выкручивался потому что это сеть сеть российского умения с самого начала взрывы домов ну боровой провел пресс-конференцию рассказал об этом а никто не поверил ну как это может быть ученик собчака демократ до мозга и костей назначенный борисом николаевичем ельцином ну как он может взрывать дома как он может начать вторую чеченскую войну просто защищает граждан россии от этих варваров чеченцев диких дикого народа на самом деле он сам пушистый нежный добрый и он выступал ну правда там вот вторая накладка это курск подлодка когда он сказал там она утонула что-то вы улыбнулись тоже замерли сейчас появится обратно у нас константин натанович двигаюсь да 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 все пришло движение все я замер никогда в жизни так нормально все все хорошо да все хорошо ну вот и перечислять можно бесконечно скажем закрытие т.в. вроде бы удар по свободе по свободе слова и дал но это народ безмолвствует или это удачный тактический прием или комбинация того и другого это комбинация значит там работает очень мощная очень экспертированная группа всегда работала вот когда витя шиндорович говорит там они идиоты они ничего не понимают они совершают ошибки при подробном разборе получается что это не ошибки а это подставы причем подставы очень хитрые очень хорошо рассчитаны вот и пропагандистская компания так получилось что я многие люди которые сейчас вот работают в пропаганде это бывшие люди из команды ельцина там люди которых я хорошо знаю которые очень хорошо кроме чекистов я имею виду пусть там много спецслужб много чекистов вот люди хорошо экспертируют они рассказывают как много им удалось сделать какие достижения мне там но правда это несколько лет назад было один из них хвастался что они очень далеко продвинулись дальше нейролингвистического программирования если вы знаете что это такое это такое воздействие на массовое сознание то есть управление фактически большими группами людей с помощью информационных технологий и гипноза фактически понимаете но вам не кажется что если человек получает очень большую трибуну очень высокую трибуна широкое поле взять джо байдена до сих пор есть люди которые считают что джо байден это человек который говорит то что думает он очень полезен и очень прекрасен как президент вот объективно любой врач скажет чтобы это даст ему букет букет диагнозов но 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 люди слушают его и они говорят ну потому что он на трибуне потому что он на телевизоре потому что он конформисты но это да вы правы конформисты они поддерживают того кто как в детстве мы говорили царь горы понимаете тот кто наверху сидит но он главный он это инстинктивное поведение тут очень сложно что-то сделать вот трудно противостоять силе вот такого рода аргументов вот человек на вершине горы и он фактически доминирует не только во взгляде не только так сказать в картинке но и даже в подсознании вот это все правильно но миру снесло крышу россии снесло крышу по поводу того что мобилизация это объявлена была частичная мобилизация которая как выясняется то ли не мобилизация вообще то ли она очень частичная то ли она всеобщая фотографии фотографии людей одурманивших себя на фестивале the burning man пустыни невады выставляются как очередь через всю монголию машин бегущих из россии с пассажирами призывного возраста в общем новая движуха началась как было ли для вас это неожиданность было ли это для вас неожиданность вот это объявление частичной мобилизации в россии сегодня паника вне зависимости от того кто и какие фотографии размещают это очевидно я сужу просто по количеству звонков писем обращений я даже такой ролик записал просто помочь людям что возьмите себя в руки перестайте паниковать ну еще же ведь ну да многие погибнут наверное из-за действий путина но еще ведь не погибают давайте думать о том как избежать этой смерти как избежать трагического направления событий вот пришлось писать такой успокоительный ролик он бы возымел какой-то эффект какое-то воздействие мне несколько человек написали что вот очень вовремя это сделал но паника настоящая и люди бегут и паника подогревается еще тем что усилия украины по блокированию для граждан россии вот этого выезда дали определенный эффект закрываются границы закрылись границы со странами балтии закрылись границы с финляндии и со многими европейскими странами и сегодня казахи таджики издеваются над гражданами россии над русскими над теми кто считал их не знаю ну националисты считали их чуть ли не полноценными людьми понимаете вот этих эмигрантов сегодня издеваются над русскими что вот мы оказались точно в такой же ситуации сегодня мы эмигранты колодец знаменитую не плюй в колодец одно время были мне очень нравилось такая мода была соединять несоединимые частушки то есть не частушки а пословицы была такое такая не плюй в колодец вылетит не поймаешь да да у меня есть любимое это слово не воробей топором не вырубишь да 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 вот в этом духе ну слушай но это тут нельзя отрицать что конечно россия сделала все для того чтобы окружающие народы пользовались первой и до этого союзкий союз пользовались первой же возможность чтобы ответить ну а не советским властителям не российским властителям не приходило в голову что когда-либо настанут такие времена и абсолютно не злорадствую на эту тему потому что я знаю и люблю очень многих людей живущих сегодня в россии я надеюсь что они находятся где-то в других местах сегодня нет связи с ними но но это просто удивительно как это все такая вот карма обратка как ее не называю все это приходит в самом неожиданном виде вы правы и самое главное жалко людей которые там наверняка есть люди которые это заслужили те кто одевали колорадские эти ленточки кто кричали там за путина дядя волна мы с тобой да 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 но есть и главное маленькая самая но главная часть общества интеллектуалы душа общества за что страдают эти люди которые переживают и за ситуацию и за тех неразумных которые поддерживали путина за что страдают сегодня они не очень понятно и главное что вот это перекрытие границ оно в первую очередь касается вот именно этих людей именно думающей частью общества потому что они бегут из россии в ужасе вот кроме этих ватников колорадов значит в основном то бегут они понимая что будет следующим шагом что будет потом что будет после изоляции после изоляции будет деградация причем очень серьезная и внутренние процессы которые могут вполне закончится гражданской войны потому что начинается конфликт между разными регионами между федеральным центром и местными элитами все хотят выживать а выживать всем не удается и вот этот конфликт который мы видели на примере навального конфликт между регионами которых федеральный центр называл мафиями и и федеральным центром который настоящей мафии являлся вот он сегодня начинает так сказать проявляться в значительной большей заметной форме константин как вы думаете что какая судьба уготована этим 300 тысячам призывников зачем они нужны путинской военщине хотят расставить просто как оцепление потому что говорить о каком-то тренинге наверное ну практически не приходится то есть оцепить просто по линии лнр днр херсон и так далее вот это все расставить просто людей чтобы они там охраняли и чтобы были заложниками никто ничего охранять не будет это в чистом виде символика мобилизация как часть пропагандистской кампании как мобилизация идеологическая организационная а не военная россия сегодня находится в ситуации провала значит вот эти волны послевоенные значит они каждые 25 лет повторяются провалы сегодня сейчас прямо вот очередной провал и в этих условиях собрать лишние 300 тысяч или как гордые пропагандисты говорят там мы и миллион можем собрать это просто невозможно речь идет о психологической идеологической пропагандистской мобилизации мобилизации населения путин вот эту ответственность размазывает на все население он хочет чтобы вместе с ним несли ответственность за эту войну за это поражение несли ответственность массы людей граждане россии у него для этого очень маленький ресурс вот они называют 300 тысяч но в условиях демографического провала нету этих 300 тысяч и нету естественно и миллиона вот но есть какая то может быть я не знаю там десятая часть или третья часть этих людей с которыми которыми можно манипулировать и создавать вот это паническое настроение состояние не просто паники а состояние психологической мобилизации это очень хорошо рассчитанный пропагандистский трюк я уже хвастал вам я изучаю пропагандистскую компанию я ее вижу там безусловно есть какие то фанатики которых используют вот для этой пропаганды но создать реально какую то армию там дополнительно они и не могут и не хотят в этом серьезная проблема но создать настроение мобилизационное что вот мы все понимаете на самом деле реанимировать стереотипы вот эти советские родина мать зовет мы все как один встанем на защиту ну и так далее их очень много этих стереотипов сейчас они реанимируются и там конечно будут погибать люди там в этом нет никаких сомнений ну вообще психика странная очень вот те времена когда скажем туризм в России стал ну как никогда доступен уже много лет достаточно люди ездят по всей Европе можно услышать от Лиссабона до я не знаю там Варшавы Лодзи там и так далее ну там-то небольшая редкость это все но везде Барселона Стокгольм это вся вся Европа и вдруг начинается вот это все победа Бесси и на Берлин вот это типа вот про девушку песня про девушку и змею лягушку и скорпиона та же самая история вышла то есть тут как бы по неволе задумаешься даже если ты мы с вами начали с кредитом к этому относишься сочувствия сожаления Владимира Владимировича Путина ну это вы начали я начал давайте продолжим этот тезис ну давайте он находится в безвыходном положении почему ядерная война это отсрочка ядерного объявления тактического или ограниченного или как ему еще захочется это все назвать это тоже не выход это старая история первым ее проявил Дима Рогозин который сказал тогда он был первым вице-премьером который сказал две вещи первое что мы можем вообще-то говоря запустить грязную торпеду на из Великобританию на Калифорнию ну да и Калифорния станет безжизненным пространством на следующие пятьсот лет и чуть позже он высказал еще одну замечательную идею что вот все говорят там ядерное оружие ракеты устаревшие ну действительно там вот эти вот ракеты которые через территорию Ирана летели в Сирию если вы знаете некоторые падали их разбирали и видели там схемы перемотанные изолентой ну это это уровень семидесятых годов понимаете вот электроники и он говорил Дима довольно смешные вещи он говорил ничего страшного если они не взлетят ракеты мы их можем взорвать прямо в шахтах мы погибнем первыми но достанется всему остальному миру понимаете вот эти две идеи самопожертвования или уничтожения вот они использовались как эффект пропагандистский и то что сегодня вот обсуждается вот вопрос использования тактического ядерного оружия ну это тоже это в чистом виде пропагандистский эффект если бы Путин был на сто процентов уверен что Байден выполняя свои обязательства перед ним не будет отвечать на его там действия по использованию вот ядерного оружия он бы уже давно это сделал но у него есть какие-то сомнения потому что рядом с Байденом есть какие-то люди со здоровой психикой которые понимают что использование даже тактического оружия это начало ну ядерного тактического оружия начало некоторого нового процесса который необходимо быстро эффективно хирургически останавливать вот и я надеюсь что здравомыслие которое позволит правильно реагировать на такие шаги Путина оно присутствует я на это не очень рассчитываю президент Трамп в своей последней речи сказал что если война начнется то он не уверен что Соединенные Штаты смогут не победить настолько состояние войск у нас сегодня американской армии значительной степени я не говорю о панике но оно люди деморализованы очень многие многие люди испытали на себе вот эту всю мандатированную вакцинацию и обучение там основам транссексуализма и в общем это им не нравится людям и многие не не хватает людей желающих идти в армию сегодня американская армия добровольно армия добровольцев и люди идут туда чтобы начать начать свой начать свой путь в жизни масса молодых людей для них это способ себя реализовать как как мужчин как человеческую особь самоуважение и так далее армия американская это серьезная школа жизни и места там конечно нет дедовщине и всяким таким подобным вещам хотя иногда унитазы заставляют мыть зубной щеткой тоже это есть но но это как бы вот за это люди получают деньги в отличие от советской армии или российской армии но короче говоря то есть состояние не очень хорошее неужели Путин думает что он может что-то выиграть в этой что как бы он как он сегодня видит с вашего так сказать калифорнийского шестка как Путин видит сегодня свой эндгейм он думает выиграть что-то а он пытается сохранить лицо он пытается сохранить власть и последнее действие Путина и это очевидно об этом говорят многие эксперты они больше похожи на дергание чем на хорошо просчитанные шаги сама операция или война в Украине она была начата вопреки экспертным мнениям мы это видели на заседании Совета безопасности когда Путин просто затыкал глотки тем кто пытался ему возразить и многое из того что происходит сегодня и с мобилизацией кстати сказать и это плохо просчитанные истерические шаги в условиях потери контроля потери управляемости ситуации это плохо это очень опасно потому что в этих условиях принимаемые решения когда они не основываются на логике на здравом смысле на просто хорошем расчете они могут быть опасны и в этих условиях добавление опасности происходит за счет того что те кто противостоит Путину вот Соединенные Штаты НАТО европейцы западные европейцы они тоже находятся в состоянии вот ну неопределенности в состоянии я бы сказал точнее опасной неопределенности непредсказуемости мы с вами ну об этом можно уже сказать мы с вами не знаем как будет реагировать Байден как будет реагировать Соединенные Штаты если произойдет вот самое неблагоприятное использование ядерного оружия в свое время такой журналист как Дима Гордон сказал что в момент когда Путин попробует использовать ядерное оружие по всем его штабам по всем его бункерам будет нанесен немедленный ответный ядерный удар я тогда же сказал что я сильно сомневаюсь в этом а теперь я должен сказать очень неприятную вещь я не просто сомневаюсь в этом я знаю что этого не будет такой реакции со стороны Соединенных Штатов ожидать к сожалению не приходится и это значит что последующие там уговоры прекратить бомбить территорию Украины или там Воронеж даже ядерными зарядами вот и это ну с моей точки зрения очень опасная ветвь развития ситуации вы знаете последние как бы из последних новостей вроде бы как положительных я это расценю как положительную новость приход консерваторов ко власти в Италии вот-вот госпожа Мелони должна стать that премьер-министром и она она является в общем консерватором и уже конечно пишут американские газеты мировые газеты что она фашистка но это может быть это может быть интересным таким моментом отрезвления чтобы в Европе наконец занялись своими собственными делами не тем чтобы страны более сильные следили за тем чтобы страны более слабые скажем соблюдали те самоубийственные меры по экологии по чему бы там ни было которые сильные страны могут перенести но страны слабые состоявшиеся совершенно другой культурой это для них просто смерть я думаю что консервативная и популистская и правая Италия будет полезной Европе как некоторая встряска я бы сказал от этой спячки если они еще начнут какое-то какое название я не знаю придумают но какой-то аналог брексита у себя затеет то это тоже будет в общем весело вы знаете это интересное явление надо его наблюдать но степень влияния консерваторов или не консерваторов итальянских на мировую ситуацию очень мало я думаю что сегодня вот коллективный восток Европы страны Балтии Польша Украина вместе с Великобританией значительно больше влияют на изменение ситуации в отношениях с Путиным в Европе чем Италия ну Италия третья экономика если не считать Великобритания итальянская экономика третья да я с удовольствием слежу за этими событиями вот но я понимаю что этот рычажок очень слабенький вот меня совершенно конечно ну как бы сказать есть такое слово очаровывает да английское fascinated но в то же время это очень травмирующее очарование для меня это то что Путину приписывают мантию отписывает ему мантию хранителя консервативных ценностей вот он против гейропы вот он против того и этого другого в то же время ты слышишь какие зверства там творятся на почве вакцинации я не говорю уже традиционных тюремных зверствах и так далее вообще это имеет какое-то зерно правда и в этом есть что у него для него эти ценности для меня он совершенно человек без ценности честно говоря кроме его собственного вы знаете Путин сотрудник очень такой продвинутой спецслужбы это КГБ мимикрия это один из инструментов ну и наверное вы знаете это борьба за мир ну вообще говорят чтобы стать майором в КГБ вообще не надо было ничего делать так ошибаетесь это специальное образование у них у всех кстати говоря одна из специальностей это ведение пропагандистской компании они умеют не только пытать и получать нужные показания они еще умеют ввести пропагандистские компании они умеют и об этом многие кто разговаривал с Путиным свидетельствуют говорят что когда с Путиным разговаривают то полное впечатление что он проводит вербовку вербовку замер Константин но сейчас он вернется к нам буквально друзья секунду секунду да да проводит вербовку на этих словах вы замерзли проводит вербовку об этом многие говорят вот так что это это хорошее образование в том смысле что это образование которое они получают в аду и образование для создания ада но именно в этом смысле это хорошее глубокое образование ад они создавать умеют ну вот вы знаете интересно опять же весь мир видел как расслабленно Путин сидел перед Байденом пренебрежительно и как напряженно он хихикал тряс плечами в присутствии президента Трампа это интересное сравнение вот это то что называется body language его жестикуляция пластика была совершенно другой то есть неужели американский ну то есть для меня ответ ясен но мне интересно как вы читаете эту вот разницу в его поведении в тот момент когда Байден попался на коррупции обвинение Трампа главное обвинение было в коррупции в тот момент когда Байден попался на quid pro quo ты мне я тебе главное обвинение было quid pro quo в тот момент когда демократы начали говорить о том что Трамп на крючке у Путина ну на самом деле значительно раньше этого момента я уже знал о том что демократическая партия на крючке у ФСБ на крючке у Путина и у меня в книге описана ситуация о которой мы с вами говорили когда ФБР по заданию ФСБ выполняла операции против граждан Соединенных Штатов то есть демократическая партия давно и очень надежно управляема российскими спецслужбами и это знает Путин и использует это и никакого влияния на Трампа у них нету и это для них очень серьезная проблема поэтому это вызывает очень серьезное напряжение и поэтому кстати пропагандистская кампания сегодня направленная на Украину российская путинская кремлевская утверждает что приход к власти Трампа будет катастрофичным для Украины хотя на самом деле все обстоит прямо наоборот ну вот расскажите поподробнее потому что наши люди кто приходит сюда с лучшими намерениями они сталкиваются постоянно и я слышу об этом на улицах Бруклина когда я разговариваю с людьми и в общем вот это мнение оно у меня нет как бы таких приличных выражений на эту тему но оно немножко надоело когда мне говорят о том что Трамп ничего Украине не даст и отдаст Украину Путину это пропагандистская установка так же как многие пропагандистские установки демократов она использует ложные посылы в том числе борьба с республиканской партии с коррупцией которые проявляются не только в отношении в отношении там инфраструктурного проекта не только в отношении бюджетов связанных с глобальным потеплением но также и в бюджетах связанных с Украиной вот это их позиция по предотвращению коррупции предотвращению воровства вот она используется для утверждения что республиканцы борются с поставками оружия Украины а это прямо противоположное явление значит из 80 миллиардов которые выделили на первом этапе Украина получила 6,5 миллиардов вооружений а республиканцы задают естественный вопрос а где остальные деньги или как Путин это формулирует где деньги зина вот значит по-моему это очень естественно Трамп начал поставки что у нас сегодня сели на интернет Трамп начал поставки оружия Украине а и там скажем Северный поток 2 остановил а Байден первое что он сделал он возобновил Северный поток 2 2 снял санкции Трамп же наложил очень опасные вторичные санкции а Байден с этого начал вторичные санкции были ликвидированы и Северный поток был в течение короткого срока завершён и Путин получил свои 2 миллиарда долларов в день при Трампе он бы этого не получил и никакой бы войны не было и Украину собирались сдать Путину именно демократы именно они предложили Зеленскому политическое убежище именно они сообщили граждан Соединённых Штатов которые находились в Украине что надо покидать эту страну именно они перевели посольство из Киева во Львов на самом деле его даже там не существовало они вообще или уехали или они были в Варшаве именно они именно они готовили сдачу Украины и только усилия самих украинцев остановили этот процесс именно они демократическая партия и воздействие на НАТО остановила они пытались остановить поставки вооружения из Великобритании и британцам пришлось поставлять оружие самолетами я уж не говорю о 14-м годе захвате Крыма который был осуществлен и в этом уже нет никаких сомнений по согласованию с демократической администрацией Соединенных Штатов я хочу повторить эту фразу целиком Крым был захвачен Путиным по согласованию с демократической администрацией Соединенных Штатов Америки было приказано не сопротивляться этому процессу и никто не сопротивлялся и центром ответственности в этой ситуации с американской стороны был никто иной как большой специалист в иностранных делах Джозеф Робинетт Байден младший да который в это время кричал под камерой кстати говорил что либо вы снимаете обращаясь к Порошенко либо вы снимаете прокурора который начал расследовать Хантера Байдена действия либо вы не получите одного миллиарда доллара просто вот это мозгов вообще нет никогда не слушайте если посмотреть вот вся история демократской партии Тед Кеннеди написал письмо в Кремль центральный комитет коммунистической партии помогите нам не допустить избрание президента Рейгана в Соединенных Штатах официальный документ хорошо известный после этого Тед Кеннеди не пошел в тюрьму за измену он не пошел как я не знаю как логан акт этот знаменитый который генералу Флинну с помощью Байдена кстати Байден предложил этот логан акт древнейший древнейший закон о том что частное лицо не может вести переговоры от имени государства если она не уполномочена ну не не избранный человек тоже не может это делать ну вот плюс на Байдена вся эта история с тем что он не поддерживал например выразил свою нежелание поддерживать диссидентов опять же известная история рассказанная вылетел из головы всем известная эта история рассказана о том что Байден сказал что и поддержки не будет диссидентом если другие другие положения переговоров смогут быть достигнуты между Советским Союзом и Соединенными Штатами и и в общем опять же это никто никто за это не отвечал никто за это не пошел никуда и не был ни за что оштрафован и не был подвергнут импичменту и не собиралась специальная комиссия для того чтобы в этом всем разбираться а это были прямые доказательства того что Джо Маккарти был так не был так уж не прав когда он боролся с коммунизмом в американской жизни мы с вами обсуждали это в прошлый раз нет такой темы которой мы с вами бы не касались ну вот жизнь на марсе мы не обсуждаем 16 по 20 год да у власти в Соединенных Штатах была республиканская партия сначала она доминировала и в верхней и в Нижней Палате конгресс никаких расследований против демократической партии против Хиллари Клинтов начато не было а наоборот ну происходило какое-то поощрение что ли в структурах спецслужб очень опасное очень ну недальновидное и в конце концов это выразилось в двадцатом году в нежелании защищать защищать интересы государства Соединенных Штатов со стороны как мы говорим силовиков это очень опасно и я считаю что часть вины за это на президенте Трамп он не был достаточно последователь достаточно активен в проведении ну в защите интересов Соединенных Штатов у меня есть объяснение этого это общее свойство консерваторов они не злопамятны они настроены скорее прощать ошибки даже предательство ошибки тире предательство вот но это это не дальновидно это очень опасно я хочу увековечить здесь персонажа который себя забрал злое зло вот он себя так решил назвать и он тут пытается поливать нас пролетая так сказать да короче говоря я его выключаю друзья я не знаю или хотите поговорить с этим человеком я не знаю это что это за зашел и есть подозреваемые Юра это не серьезно спорить стролями это я выключу его тогда да конечно блокируйте да все секунду так следующий у нас тоже тут появится под другим ником но на это ему понадобится несколько минут которые мы с вами будем отдыхать от него да давайте я вам расскажу новость из полей да весть из полей в конце всякой новостной передачи помните да вот это там руки которые трогают землю на полях там азимы короче идет страда идет страда и сегодня канун начало роша шана нашего праздника так что друзья шана тава гет йомтов как вы празднуете это все я очень рад если вы празднуете эти праздники или вас приглашают друзья которые празднуют этот праздник замечательный конец как мне объяснили сегодня в синагоге я отправился сегодня в синагогу по приглашению рэба рэба рэбашера который был у меня здесь в один из понедельников рассказывал увлекательно про Тору и надеюсь что он еще придет после праздников наших high holidays здесь он еще вернется и мы с ним мы собрали хорошую аудиторию вы знаете константин то есть мы это делаем хорошее дело и я побывал в его синагоге без шалам у нас на один блок от Nostrand по Avenue X. И просто был поражен. Во-первых, огромное количество людей пришло сегодня. Я бы сказал, ну, между 150, наверное, легко там было человек. Причем интересно было, когда мы потом сидели и мне было предоставлено слово сказать для того, чтобы людей как бы представить себя и познакомить с собой. Вы по-русски говорили? Нет, я говорил на английском языке. Вот Рэбаши сказал, что несколько лет тому назад его интервьюировала какая-то телеканал какой-то нью-йоркский, и его спросили, что такое для Рэбби успех. И он подумал недолго, и он сказал, что для Рэбби успех, когда вся семья в нескольких поколениях сидит за столом вместе. Вот это он сказал. То есть он не говорил о религии, он говорил просто о результате, на который он работает. И я увидел это сегодня своими глазами в синагоге, когда были дети, дети бегали. В общем, происходило все, что должно было происходить. Были бармыцвы, были молитвы по поводу окончания года и вступления в Новый год. Это будет уже завтра. Шофар. Все это будет там происходить. Будут дуть в... давать сигнал с помощью этого рога, знаменитого новогоднего. И, в общем, все читали, все ритуалы, зачем люди ходят в синагогу, исполнялись. И ваш покорный слуга был допущен к Торе. И я должен сказать, что все было организовано и продумано, как только могло быть организовано и продумано. То есть мне было оказано максимальное уважение и максимальная возможность высказаться. И я буду еще приходить туда. Я могу сказать, что если бы это все было, тут тщеславная мысль, если бы там можно было снимать на шабос в этой синагоге, то, наверное, это видео выиграло бы очень много голосов американских евреев, может быть, даже и демократов. То, как это все было организовано, какой там был дух царил, доброжелательный, и как, в общем, это все поддерживается на всех уровнях. Приходят молодые люди, приходят очень пожилые люди. У них там есть какой-то ветеран. По-моему, я его видел сегодня. Ему 96 лет. Он ветеран американских вооруженных сил. И он, когда ему дают слово, он периодически начинает с проклятия президенту Байдену свою речь. Ну, всем остальным он желает только всего самого хорошего. То есть там, ну, некоторые люди возражали против того, что в субботу, на шаббат, на шабос не принято говорить о политике. Ну, ваш покорный слуга там оказался, и я... Ну, о чем я еще могу говорить, Константин? О красивых девушках. Да, масса людей там было, кстати, попадающих в эту категорию. Масса женщин. И еда была вкусная, и, в общем, атмосфера была замечательная. Так что мы не теряем, так сказать, нюха, и мы еще и сделали сегодня знаки. Несколько повесили наших плакатов в разных местах Бруклина. Люди знают, люди видят эти плакаты. А фаршированная рыба была, Юра? Там, ты знаете, там не было вообще ничего мясного. Там было почему-то вегетарианское, я не знаю, или финансовые соображения, или что, но было все вкусно. Фаршированная рыба будет завтра у моей мамы. Рыба? Не было рыбы? Там не было рыбы, нет, нет. Это семейное дело. Какой смысл ходить в синагогу, если не будет эта фаршированная рыба? Ну, вы сходили в синагогу, например, сегодня? Нет. О! Да. Ну, короче говоря, я начал смотреть на всякие... Я планирую в Израиле. Ну, это уже когда? В следующем году в Иерусалиме? Я думаю, в декабре. Ну, смотрите, будет здорово. Будет здорово. Посмотрите мир. В Израиле хорошо. Ну, короче говоря, вот такие дела у нас. У нас в Мас-Анджелесе есть магазин еврейский. Называется «У бабушки». И там одесский. Его держит кость ошвуем. И там замечательную делают фаршированную рыбу. Замечательную. Я туда и тогда езжу за ней, когда она есть. Вот. Очень хороший магазин. Да. Большой им привет. И пусть они... Дайте им как что-нибудь, чтобы они знали обо мне. Расскажите им. Пускай поддержат. Я открыт в поддержке, друзья, со всех сторон. И я... Буквально на следующей неделе у меня планируется штурм испаноязычных газет. Уже у нас все на мази. Во вторник мы должны закончить наш дил. И запустить рекламу в среде... То есть получат информацию обо мне, получат испаноязычные домовладельцы в моем округе. То есть это те люди, которые... А когда начнется голосование? Я уже получил приглашение зарегистрироваться. Да. Мне кажется, что раннее голосование уже началось. Зарегистрироваться в Нью-Йорке нужно до 14 октября. Я не знаю, как в Лос-Анджелесе. Может быть, это общие правила. Если вы не зарегистрированы, то вы не можете голосовать. Вы же не гражданин. Еще. Вы знаете... Почему вы получили приглашение голосовать? В этой Калифорнии очень странные законы. В Калифорнии демократической, насколько я понимаю, при большом желании могут голосовать и неграждане. Ну вот у нас не прошел закон. Хотели сделать так, чтобы неграждане могли голосовать на уровне городских дел, городских всяких постов, выбирать. Потому что, типа, они живут здесь, они платят налоги и то все. Но это не прошло. Это не прошло пока. Посмотрим, что будет дальше. Пока мне вот прислали документы, которые распространяет организация «Зарасовую справедливость». Вот я вам сказал, что зарегистрироваться надо до 14-го числа. Это официальная информация. С веб-сайта избирательного комитета, выборного комитета Нью-Йорка. А вот эта организация, они говорят, что до 10-го числа надо зарегистрироваться, потому что, ну, как бы это получается немножко фальсифицированно, да. Но они хотят дать немножко, как бы, больше времени своему электорату, чтобы те почухались и сделали все вовремя. Я, честно говоря, не очень верю в эффективность их работы в этом смысле. Скорее всего, они просто приедут, пригласят в автобусы, раздадут какие-то вкусняшки и привезут, повезут и отвезут обратно. Но это то, чем демократы занимаются. Ну, в общем, вот это вот все происходит. То есть, друзья мои, ваша поддержка остается актуальной. Я очень благодарен. Я вижу, что у меня есть в хорошем смысле рецидивисты, люди, которые дают регулярно донейшнс, люди, которые дают, в общем, достаточно щедрой суммы. Любая сумма для меня, ваша щедрость для меня удивительна. Я хочу поделиться с вами следующим проектом. Мне тут пришла... А, да. Ну, так вот. Я хочу рассказать про... Да, про то, что у меня есть майки разного размера, дорогие друзья. Майки я покажу в следующей передаче. Пока подумайте. Размер у нас... Четыре есть размера. Маленький, средний, большой и большой плюс. S, M, L и XL. Эти майки я предлагаю вам приобрести как донейшн. Я вам их отошлю. Все включено. Стоимость 51 доллар. Майка белая, хлопковая. Хейнс, фирма. Хороший хлопок. И красная печать на нем. Их можно увидеть на моих видео из компаний. И 51 доллар – это те деньги, которые можно будет дать в компанию. Вот этот продукт, друзья мои. Сейчас я проверю все. Хейнс, да. Вот майочка. На ней написано. Keep calm and vote. Vote for Yuri. На обратной стороне 8 ноября. А фотография где? Фотографии нет на майке. Чтобы я знал, что вы хотите майку, потому что некоторые люди хотят дать 50 долларов просто так. 51 доллар будет означать, у меня будет ваш адрес, и я буду вам присылать эту майку. Все включено. Замечательно. Но я бы хотел видеть майку с вашим замечательным лицом. Пока таких планов нет. Спасибо за комплимент, Константин. Но пока таких планов нет, дорогие друзья. Я очень всем благодарен, Константин. Вы нашли время и пришли к нам всегда желанный гость. Спасибо большое. Дорогие друзья, всем вам замечательного года и хорошего настроения. Я присоединяюсь к пожеланиям Юрия и призываю всех делать все возможное, чтобы наш Юрий Дашевский победил на этих выборах. duty4us.com Спасибо, друзья. Спасибо большое, Константин. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok